За принятие регионального бюджета на следующий год в первом чтении депутаты краевого парламента проголосовали единогласно. У них было около двух недель, чтобы внимательно изучить объемный проект главного финансового документа Краснодарского края. Его основные параметры. Доходная часть порядка 289 миллиардов рублей и 301 миллиард расходы. Дефицит планируют сократить за счет дополнительных поступлений. По прогнозу экономистов это произойдет уже в феврале. И самое главное, более 70% расходов будет направлено на финансирование социальной сферы. Извирая на то, что бюджет, конечно, дефицитен на 12 миллиардов, все свои социальные обязательства и в целом программы мы сохранили. Прередитом остается социальная сфера, на нее направляется 213,9 миллиарда рублей. Коллеги, это 71% в целом от бюджета. 71%. Это нам позволит не только, еще раз подчеркиваю, сохранить все социальные выплаты, социальные свои обязательства, но и где-то их увеличить. Мы почему не сократили какие-либо программы, объемы государственной поддержки? Почему мы смело заявляем о том, что все социальные обязательства выполним? Потому что у нас есть уверенность, исходя из динамики поступления средств в бюджет, то, что уже в феврале месяце мы постараемся сделать бюджет без дефицита. Более 57 миллиардов рублей направят на социальные выплаты. Это, к примеру, льготы ветеранам или пособия на детей. 557 миллионов из этой суммы краевые власти дополнительно выделяют на индексацию соцвыплат. На 3,7% уже с начала года. Мы все хотим, чтобы жителям края было как можно лучше. Но возможности в тех условиях, в которых мы находимся сегодня, и в той экономической турбулентности, которую мы пережили, и не факт, что больше не будем переживать, безусловно, они вот такой итог нам дали. Я думаю, это лучшее из возможных. Более 35 миллиардов рублей предусмотрено на строительство крупных социальных и коммунальных объектов. Это почти на 2 миллиарда больше, чем в 2020 году. Порядка 7 миллиардов рублей пойдут на строительство школ и детских садов. В Анапе открылся новый корпус начальных классов на базе 6-й школы. В стадии строительства еще два образовательных учреждения – школы в микрорайонах Горгипе и Алексеевский. По поручению мэра города-курорта идет поиск и резервирование муниципальной земли под будущие социальные объекты. Василий Швец поставил задачу – таких участков должно быть не менее двух десятков. Это позволит принять участие в краевой программе по строительству школ, которая рассчитана на ближайшую пятилетку. Стартует она уже в следующем году. 35,2 миллиарда рублей выделяем на строительство реконструкции крупных социальных коммунальных объектов. Коллеги, если вы что-то посмотрите, это на 1,9, то есть практически на 2 миллиарда больше, чем в 2020 году. В следующем году, в 2021 году, у нас в строительстве находится 16 школ. Коллеги, не 10, а 16, и 7 детских садов. И вот для нас принципиально важно, что эту динамику по строительству школ и детских садов мы сегодня увеличиваем. И, естественно, это один из самых главных и основных и моих приоритетов, я уверен, и наших. Без внимания не остался и реальный сектор экономики. Солидную финансовую поддержку получит агропромышленный комплекс региона. На развитие сельского хозяйства заложено почти 7,5 миллиардов рублей. Впервые в бюджете появилась статья расходов на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры для инвесторов. Это сделает Кубань еще более привлекательной для бизнеса, что, в свою очередь, отразится на доходной части бюджета. Мы также и дополнительные расходы предусмотрели на стимулирование такого инвестиционного, если хотите, бума. Дополнительные меры поддержки – это, прежде всего, компенсация тех расходов на инфраструктуру, которые несут инвесторы при реализации своих инвестиционных проектов 2,6 миллиарда. Депутаты отметили самый важный критерий – социальную направленность бюджета на следующий год. Более двух третей расходов заложено именно на эти цели. По словам губернатора, пандемия не должна быть оправданием. Работать необходимо на результат. А это улучшение качества жизни населения Краснодарского края. Я благодарен депутатскому корпусу, вам, коллеги, за то, что прорабатывали очень тщательно проект бюджета в комитетах. И получилось максимально сохранить все наши социальные обязательства и те проекты, знаковые проекты, которые мы запланировали. Я всем благодарен, еще раз подчеркиваю, коллеги депутаты, за проработку бюджета. В первую очередь, за тот подход в непростых условиях, но очень, я считаю, бюджет получился сбалансированным, взвешенным, приоритетным. Он еще и бюджет развития, если вы хотите, все равно развитие в нем заложено. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Продолжение следует...